Почему же частоты процессоров не растут уже больше 10 лет? Это достаточно любопытный факт. Если в 90-е рост частоты процессоров нередко обгонял инфляцию, а от пары десятков МГц мы быстро дошли до ГГц, то вот в текущем тысячелетии рост фактически остановился. Как 15 лет назад всякие Pentium 4 и Core Duo работали на частоте около 3 ГГц, так и сейчас всякие Core i5 и Ryzen топчутся около этой отметки, а 5 ГГц считаются отличным разгоном, доступным не всем. Почему мы не видим процессоров с частотами в десятки и сотни ГГц? Что же остановило рост? Давайте разбираться. Только не пугайтесь, но без этого никак мы на секундочку залезем в физику. Доставайте листочки и ручки. Ничего жуткого, просто тепловыделение процессора Q пропорционально квадрату напряжения на нем V, умноженного на его частоту F. При этом любой оверклокер скажет вам, что частота и напряжение процессора связаны. Чтобы поднять первое, нужно поднимать и второе. И еще чуть-чуть физики, честно, в последний раз. Не секрет, что процессоры состоят из миллионов и миллиардов транзисторов, по сути, переключателей. Чтобы эти переключатели переключали, на них нужно накопить определенный заряд. А заряд у нас пропорционален току, тот напряжению. То есть получается, что скорость переключения транзисторов процессора, грубо говоря, его частота, прямо пропорциональна напряжению на нем. Теперь объединим две наши формулы и получим, что тепловыделение процессора пропорционально аж кубу частоты. Что это значит? Допустим, у нас есть процессор с частотой в 2 ГГц и тепловыделением около 50 Вт. Если мы захотим поднять его частоту вдвое, до 4 ГГц, нам придется увеличить его тепловыделение аж в 8 раз, до 400 Вт. Очевидно, отвести такое количество тепла от процессора сможет только система водяного охлаждения, да и то далеко не каждая. Конечно, нужно понимать, что формулы выше лишь приблизительные, но суть они передают верно. Даже небольшой рост частоты приводит к ощутимому росту тепловыделения. А если учесть, что наши системы охлаждения как умели 10 лет назад отводить около 100-200 Вт тепла, так и умеют, рост частоты просто-напросто уперся в TDP. Майнинг, реставалют, это высоко ликвидный и быстро окупаемый бизнес. Ферма из 8 топовых видеокарт окупается за 270 дней и приносит почти 70 тысяч рублей в месяц чистыми уже после оплаты электричества. Майнинг легко масштабируется. Можно начать с домашнего компьютера с одной видеокартой и постепенно дорасти до целого ангара. Не надо думать о кошельках, обменниках, биржах и курсах криптовалют. Регистрируйтесь, скачивайте приложение и выводите деньги сразу на банковскую карту от 100 рублей. Все самое сложное Криптекс уже сделал за вас. Окей, в лоб не получилось. А почему бы не заняться внутренней оптимизацией? Ведь что такое, по сути, частота процессора? Это то, сколько операций в секунду он может делать. Поэтому если снизить время на одну операцию, их в секунды процессор станет делать больше и частота вырастет. Бинго! Да, но и тут все сложно. Самый простой способ, опять же, в лоб, просто берем и уменьшаем составные части процессора. Так как скорость перемещения сигналов константа и сравнима со скоростью света, то чем меньшее расстояние сигналам нужно проходить, тем быстрее они будут это делать и тем быстрее будет работать процессор. То есть, иными словами, один из способов ускорить процессор, это перейти на более тонкий техпроцесс. Но это же происходит постоянно. Если 10 лет назад Intel удивляла нас 22-х нанометровыми чипами, то теперь TSMC уже производит 5-ти нанометровые камни и не за горами переход на 3 нанометра. То есть на бумаге техпроцесс за это время увеличился аж в 4 раза, а вот роста частоты почти не видно. Как топтались около 4 ГГц в случае с Intel Core 2-го поколения, так и топчемся уже с Core 10-го поколения или новыми Ryzen 5000. Открою вам тайну. Все дело в том, что уменьшение техпроцесса фейковое. Около 10 лет назад компании перешли на трехмерный способ расположения транзисторов, а считать их плотность продолжили по площади. Вот и получилось, на бумаге техпроцесс уменьшился сильно, а вот на деле ключевые размеры транзисторов уменьшились слабо. Ну и добавим сюда то, что сами размеры кристаллов выросли вслед за ростом числа ядер. То есть сигналам приходится проходить большее расстояние. Вот и получается, что на деле никакого роста частоты мы не видим. Так-так-так, что же нам делать? В лоб частоту поднимать не получается из-за тепловыделения, а уменьшение техпроцесса у нас маркетинговое. А почему бы не заняться программными оптимизациями? Банальный пример. Различные операции процессор считает по конвейерному принципу, разбивая их на более простые инструкции, которые считаются несколько тактов друг за дружкой. Причем время такта привязано к самой длинной части инструкции. То есть при выполнении более простых частей, некоторое время процессор простаивает. Простой непорядок, скажете вы и будете правы. Как же от него избавиться? Ну, можно снизить время на выполнение самой длинной части инструкции. В таком случае тактов в секунде станет больше, а значит процессор будет работать быстрее и его частота поднимется. Проблема в том, что тут уже заоптимизировано все, дальше некуда. Так, например, операция деления стоит современным процессорам пару десятков тактов. Если сможете уменьшить это число хотя бы на один такт, Intel и AMD вас озолотят. Вторая проблема в том, что нередко самая длинная часть инструкций цепляется за предыдущей и разбить ее нельзя. Банальный пример из жизни это постройка дома. Пока вы не возвели стены текущего этажа, вы не можете начать заниматься перекрытием следующего, даже если у вас готовы и краны, и плиты, и вон рабочие спят. Вот и получается, что есть, казалось бы, несвязанные операции, постройка стены, укладка пола, но разделить их нельзя. И они тянутся, как одна длинная инструкция, вызывая простой процессора на более мелких. В итоге, к чему же мы пришли? Раз охлаждать жидким азотом процессоры мы не хотим, тепловыделение ограничивает рост частоты, техпроцесс уменьшается фейково, к тому же сами кристаллы нередко растут. В программном плане все заоптимизировано по максимуму. Вот и получается, что просто нет больше способов расти частоте. Это в 90-е был простор, когда можно было без проблем повышать тепловыделение процессоров вдвое с 5 до целых 10 Вт, тем самым обеспечивая рост частоты. Тогда можно было легко снижать техпроцессы с микрометров до сотен нанометров. Ну и конвейер оптимизировать было куда. А сейчас, увы, почти всего этого нет. Так что, скорее всего, даже 10 ГГц мы не увидим в процессорах вообще никогда. Надеюсь, это было доступно. Возможно, в будущем случится какое-нибудь открытие в области передачи отвода тепла, или появятся процессоры на одноатомных транзисторах, кстати, разработки в этом направлении уже ведутся, или будущее за ARM. Закон Мура больше не работает. Удваивать количество транзисторов на кристалле каждые два года не получается. Нам нужно искать или новый проводник, или новую технологию, чтобы двигаться дальше. Современные транзисторы измеряются тысячами атомов, поэтому их еще можно уменьшить в сотни раз, как минимум. Мастодонт процессоростроения Джим Келлер считает, что масштабировать полупроводниковые транзисторы можно будет еще лет 20. А вы в это верите? Конечно, да. Этот мужик создавал архитектуру AMD Zen, проектировал процессоры для Apple и Intel. В общем, следим за событиями. И напоследок есть идея. Коли пошла такая пьянка, вам интересно честное мнение редакции по поводу домашнего майнинга. Если да, пишите об этом в комментариях. И не забудьте поставить колокольчик. Колокольчик, чтоб не пропускать наши видео. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Берегите свои транзисторы. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok